Церемония прощания прошла на центральной площади города. Тысячи людей проводили военного в последний путь. Памятров Агатя Хабибулина приехали пощрить главнокомандующие войсками, сослуживцы, губернатор Кубани и председатель ЗСК. Я буквально недавно с ним общался. Очень такой жизнерадостный, активный, очень волевой человек. Человек, который любил жизнь. И жизнь его тоже любила. И в его планы смерть никак не входила. Он хотел жить, он хотел воспитывать детей и внуков. Но когда на кон была поставлена жизнь мирных, ни в чем не повинных людей, жителей Сирии и доблесть страны, нашей страны, он, не задумываясь, отдал свою жизнь за мирных людей, за жителей. Это подвиг сегодняшний. В России есть, были и будут герои, которые до конца готовы выполнить свой долг. Долг офицера. Вечная ему память. Рефагат Махмутович посвятил всю свою жизнь в деле служения нашей великой родине, России. Примером тому полк, который стоит рядом с нами. Стоя рядом с Рефагатом, мы клянемся, что дело, за которое он отдал свою жизнь, это борьба с мировым злом, с международным терроризмом. Мы продолжим с достоинством и честью. После прощания в Кореновске тело полковника на вертолете доставят в Ульяновскую область, где сегодня летчик будет похоронен в селе Вязовый Гай рядом с его отцом. В минувшую пятницу в Сирии террористы сбили в небе недалеко от Пальмиры вертолет Ми-25. Погибли оба члена экипажа, в том числе и командир полка армейской авиации из Кореновска Рафагат Хабибуллин. У него остались жена и двое сыновей. Денис Романов, телекомпания ФКТ.